Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу показать тебе сравнение 2017 и 2021 года для биткоина. Также поговорим про анчейн-метрику для биткоина, которая показывает, что в долгосрочной перспективе цена главной криптовалюты может достичь 220 тысяч долларов. Это не значит, что это произойдет завтра, но тем не менее. Также мы обсудим основные новости криптовалют сегодня, там есть о чем поговорить. Эти новости показывают нам то, что 2021 год намного круче, чем 2017, поэтому и буллран в этом году может быть намного-намного круче. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Спасибо за поддержку. Прежде всего я хочу показать тебе отрывок из этого стрима на канале Крипторус, в котором Джордж сравнивает 2017 и 2021 год. Какие выводы мы сделаем после этого сравнения, сейчас узнаем. Давай послушаем. Давай напомню, что случилось в 2017, для тех, кто не помнит или вообще не застал это время. Наш цикл, в котором мы сейчас находимся, очень похож на 2017, разве что эта просадка была чуть массивнее. Но все остальное достаточно похоже. В том цикле произошло падение на 63% от предыдущего исторического пика. В этом цикле это было около 50%. Тогда нам понадобилось около 1000 дней, чтобы вернуться к отметкам предыдущего пика после падения. В этом цикле это заняло 1100 дней. Ты видишь, что это очень-очень похоже. В прошлом цикле биткоин вырос до нового исторического пика на 1500% выше предыдущего. Думаю, многие люди не совсем понимают это. Но из этих 1500% около 600% биткоин дал в период с конца сентября по декабрь. И знаешь что? Мы приближаемся к этому периоду. За 3 месяца биткоин дал почти 600% из этих 1500. Вот как выглядит приближение к реальному пику цикла. Посмотри, где мы находимся сейчас. Я нарисовал эти стрелочки где-то в январе 2021. Если мы сейчас сделаем 500%, как в прошлый раз, то где будет биткоин? На отметках выше 200 тысяч долларов. Я хочу к этому кое-что добавить. Как ты видишь, в начале сентября в том цикле была вот эта небольшая коррекция. Кроме этого, наш цикл сильно отличается от этого цикла в плане принятия биткоина. В плане того, что даже страны принимают биткоин. В плане того, что такие платежные гиганты, как Visa и PayPal создают свои криптосервисы. И так далее, и так далее, и так далее. Этого всего не было в 2017. Но есть в 2021. Вот почему я считаю, что этот цикл намного круче, чем 2017 года. То, что в цикле основной рост происходит в последние месяцы. Например, в прошлом цикле это 600% из 1500. Произошли всего лишь за последние месяцы. Объясняется очень просто. Чем ближе пик, тем быстрее растет цена. В этом цикле может произойти что-то похожее перед достижением окончательного пика. На самом деле, достаточно смелый прогноз 220 тысяч долларов. На фоне этого прогноза я вспоминаю о том, что на недельном графике МакДи рисует уже вторую зеленую свечу подряд. Мы уже говорили об этом тогда, когда только появилась первая зеленая свеча. В последний раз, когда это произошло, было около года назад, в сентябре. Тогда биткоин торговался на отметках в 10-12 тысяч долларов. И он сделал после этого 5-6 иксов и вырос до 65 тысяч долларов. Да, после этого мы видели вот эту коррекцию. Но она так и не вернула нас до вот этих отметок, которые были до роста. Мы нащупали дно приблизительно на 30 тысячах долларов и оттолкнулись оттуда. И теперь МакДи на недельном графике снова становится зеленым. Можем ли мы увидеть после новой возможной коррекции такой же рост, как в прошлый раз? В 5-6 раз. Да, это вполне может случиться. Даже Энтони Помплиано в интервью CNBC обсудил возможность такого blow-off топа, то есть взрывного пика. Он сказал, в 2017 году биткоин вырос с 10 тысяч долларов до 20 тысяч всего лишь за 18 дней. Это был взрывной пик. Поэтому я не удивлюсь, если мы увидим что-то похожее до конца этого года. Энтони Помплиано предполагает, что до конца этого года мы можем увидеть взрывной пик биткоина буквально на 100% всего лишь за 18 дней. Сумасшествие. Но возможное, ведь в прошлом мы уже видели такие взрывные пики. Например, в том же 2017 году. План B, создатель Stock-to-Flow Ratio для биткоина в своих математических моделях прогнозирует то же самое. Это уже знакомый для нас график. На нем сравнивается движение биткоина в этом цикле, красным графиком, и в двух предыдущих циклах. Ты можешь увидеть, что если мы будем следовать этим траекториям, то сначала нас ожидает вот эта вот небольшая коррекция, как здесь и вот здесь. А после этого взрывной пик. Причем на этот раз этот пик будет в районе как минимум 100 тысяч долларов. Но вот вторая математическая модель плана B под названием Stock-to-Flow X предполагает уже в районе 200 тысяч долларов. Еще одна позитивная в долгосрочном понимании метрика находится на сайте GlassNode. Она показывает нам состояние стейблкоинов на биржах. Стейблкоин Суплай Рейшо – это такой индикатор, который отслеживает отношение рыночной капитализации биткоина к объему циркулирующего предложения стейблкоинов. Мы видим, что на недавнем падении биткоина этот индикатор достигал рекордно низких значений. За последние полтора года таких низких мы не видели. Но начиная с 19 июля этого года он начал расти. Что это значит? Это значит, что люди начали менять стейблкоины на биткоины и альткоины. Соответственно, начали покупать криптовалюту. Далее я хочу поговорить про кардана, а точнее про институциональный спрос на кардана и чем он вызван. Именно он и стал причиной, почему кардана так сильно взлетела. Институционалы выбирают кардана, потому что не успели за эфириумом. О чем-то похожем мы когда-то давно спекулировали, что если какие-то институционалы не успеют на биткоин или эфириум, они начнут выбирать другие блокчейны. И вот они выбрали кардана. Я хочу показать тебе это видео из инстаграма Битбоя. Главная причина, почему институционалы заходят в кардана, заключается в том, что они пропустили эфириум. И это говорит нам о многом, если речь идет о будущем кардана. Кардана будет значительно важным игроком. Кто говорит, что такого не будет, просто не понимает, о чем говорят. До этого булрана спрашивали, станет ли кардана номер 3 криптовалютой. Сейчас мы можем говорить лишь о том, останется ли она третьей после этого булрана. XRP, конечно же, будет с ней соревноваться за это место. Но если мы говорим про топ-10 криптовалют, то на первом месте будет эфириум. Биткоин на втором. Кардана и XRP будут биться за третье и четвертое. Если следить за денежными потоками институционалов, становится понятным, что кардана в будущем будет очень значительной криптовалютой. А теперь к новостям из мира криптовалют. Майкл Сейлор, директор компании Микростратегии, заявил о том, что они приобрели 3907 биткоинов 23 августа 2021 года. Теперь их баланс составляет 108 992 биткоина. Средняя цена покупки составила 26 800 долларов. Что ж, похоже, это и есть та самая цена, ниже которой биткоин никак не опустят. Ведь навряд ли институционалы захотят опускать цены так низко, что и сами будут в минусах. Согласись. В Сальвадоре сегодня устанавливают 200 биткоин-банкоматов по территории всей страны. 7 сентября закон о признании биткоина законным платежным средством на территории страны вступает в силу. И поэтому Сальвадор официально переходит на криптовалюту. Блин, ребята, что я вообще сейчас читаю? Сальвадор переходит на криптовалюту. Страна, целая страна переходит на криптовалюту. 4 года назад, в 2017 году, я даже не мог представить, как далеко это все зайдет. Целая страна перешла на крипту. И при этом до сих пор еще есть люди, которые называют криптовалюту скамом. Да, может быть, 90% вольткоинов это скам. Но сама технология это революция. И так считает уже целая страна, Сальвадор. Интересно то, что с этими биткоин-банкоматами в Сальвадоре будет связано специальное приложение. Оно называется Чива. Как только пользователь регистрируется в нем, он получает на счет 30 долларов в биткоинах совершенно бесплатно. Кроме этого, в стране намерено открыть и 50 специальных отделений, где можно будет снимать и вносить деньги, необходимые для транзакций с биткоинами. В итоге, жители Сальвадора сэкономят около 400 миллионов долларов в год за получение денежных переводов из-за границы. Подобные переводы составляют примерно пятую часть ВВП страны. Согласись, неплохая экономия. Другие страны могут последовать примеру Сальвадора, увидев преимущество перехода на биткоин. Также, ребята, мы видим рекордный рост принятия биткоина в этом году на 881% по сравнению с прошлым. Вполне возможно, что это тоже станет большой причиной, почему биткоин может неожиданно и резко рвануть вверх. Да так быстро, что люди, находящиеся вне рынка, так и не успеют вернуться в биткоин. Вот почему, фиксируя прибыли, очень важно всегда иметь некоторую часть монет, которые всегда находятся в рынке. Майнеры и хешрейт биткоина также чувствуют себя прекрасно, как и его принятие. После этого большого массивного китайского обвала хешрейта мы видим чуть ли не V-образное восстановление. Это означает, что майнеры возвращаются в сеть. В сети майнеры Riot, Galaxy Digital и другие активно покупают оборудование для майнинга и запускают его в сеть биткоина. Кроме этого, мы помним, что такие крупные управляющие активами, как BlackRock и Fidelity, тоже инвестируют большие суммы в майнинг биткоина. Это сотни миллионов долларов. Этого тоже не случалось раньше. В 2017, точно так же, как и принятие биткоина не находилось тогда на таком уровне, как сейчас, BlackRock и Fidelity управляют триллионами долларами. Этого не было в 2017, но происходит прямо в этом цикле. Вчера Visa заявила о поддержке NFT-сектора, а сегодня мы узнаем, что еще одна платежная сеть PayPal запускает криптовалютный сервис в Великобритании. С 23 августа британские клиенты смогут покупать, продавать и держать криптовалюты прямо на аккаунте PayPal. Мы помним, что похожий сервис от PayPal был запущен в США, но теперь Великобритания становится первой страной после Америки, которая тоже получает этот сервис. В Великобритании есть некоторые проблемы с Binance, но зачем он нужен, если ты можешь купить биткоин прямо в приложении PayPal, платежной сети, которой в Европе пользуются охотно и часто. Как мы видим, криптовалютный сервис PayPal расширяется и, скорее всего, количество поддерживаемых стран вырастет в будущем. Конечно, ты толком не можешь ничего делать с биткоином на аккаунте PayPal, только хранить его там, в отличие от функционала биржи, который позволяет намного больше действий с биткоином. Но в PayPal заявили, что они работают над этим, зато PayPal – это огромная база пользователей. Мы видим, что за второй квартал 2021 года это было 403 миллиона пользователей. Кроме этого, заметна и тенденция – количество пользователей с года в год только растет. PayPal – это одна из крупнейших платежных систем, они даже помогают бизнесу приходить и пользоваться криптовалютой. На данный момент криптосервис PayPal позволяет клиентам покупать и продавать биткоин, биткоин кэш, эфириум и лайткоин. И сделать это очень просто. Люди получают простую и понятную возможность, как купить биткоин. Опять же, мы не видели такого в 2017, но это происходит сейчас. В 2017 году купить биткоин рядовому пользователю было намного сложнее. 2021 же намного-намного круче для биткоина в этом плане. PayPal говорит, что их сервис в США пользуется большим спросом и дела идут очень хорошо. Почему же? Люди в США заметили, например, что 1200 долларов финансовой помощи, которую раздавало правительство в апреле 2020, вложенные в биткоин, сейчас стоят почти 9000 долларов. В то же время инфляция по всему миру бьет рекорды. Например, в США она обновила 13-летний рекорд. Не знаю, как там в Штатах, но я недавно покупал древесину и заметил, что за год она выросла в цене почти в три раза. Вот почему в США люди покупают биткоин. Мы все хотим свободы, которую он может нам дать. Но помним, что криптовалюта это еще не сама свобода, это инструмент, который позволяет ее достичь. И если у тебя до сих пор нет вообще никакой криптовалюты, вот тебе исследование. Исследование DELUA блокчейн показывает, что спустя 10 лет криптовалюта заменит существующие традиционные финансы. Исходя из этого исследования, оказывается, что финансовые лидеры все чаще видят будущее в цифровых активах. Например, из тысяч руководителей финансовых компаний, опрошенных в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Америке, 76% считают, что цифровые активы послужат сильной альтернативой или полной заменой фиатным валютам в ближайшие 5-10 лет. Мы не говорим о факте. Мы говорим о вероятности того, что криптовалюта заменит обычную валюту в будущем, всего лишь спустя 5-10 лет. Но разве лучше упустить эту возможность, чтобы спустя 10 лет кусать себя за локти или же купить криптовалюты хотя бы на 10 долларов в месяц? Хотя бы на 50 долларов в месяц? Разве потеря 10 долларов в месяц для тебя звучит рискованнее, чем потерять свое потенциально финансово свободное будущее спустя 10 лет? Мне ежедневно пишут сотни сообщений в Телеграме. Я хочу выделить две линии, которые особенно выделяются из этих сообщений на фоне остальных. Первое. Это люди, которые очень хотят войти в сферу криптовалюты, но еще не сделали никакого шага вперед. Я хочу дать им простой совет. Выделите 3 дня своего времени по 8 рабочих часов. Купите тетрадь, чтобы делать заметки и начните работать над темой криптовалют. Ищите такие темы, как что такое биткоин, как купить биткоин, как биткоин отправить другому человеку, где хранить биткоин и так далее. Без такой основы никто вас не научит идти дальше. Если вы тратите свое время и деньги, вы обязаны учиться и развиваться в этой сфере. И второй тип. Это простые люди, которые немного зарабатывают и много вкалывают, находясь в беличем колесе, когда в лучшем случае расходы равны доходам. Вы чувствуете, что криптовалюта может дать вам рывок перейти на несколько ступеней вверх. И ваше интуитивное ощущение правильное. Я хочу дать вам простой совет. Покупайте каждый месяц на 10, 30, 50 долларов биткоин и эфир. И больше ничего не делайте, никакого трейдинга. Сделайте это своей привычкой. Скорее всего через полгода, ну максимум через 9 месяцев, ваш портфель станет более ощутимым и крепким. Другого пути для вас просто-напросто нет. Тихой сопой двигаться вперед и никакого трейдинга. Еще, пожалуй, укажу одну категорию людей. Это женщины после 40 лет. Вас не очень много на моем канале, но вы мне особенно по сердцу. В ваших сообщениях ощущается желание выскочить из замкнутого круга. Вы придавлены множеством обстоятельств и скованы ограниченными ресурсами. Но ваша сила в системности. Поставьте себе цель. Три года ежемесячно покупать криптовалюту на 50 долларов. Можете мне поверить, что вашему агрессивному и разленившемуся мужу придется привести себя в чувство, чтобы вас удержать, если вы будете системными всего лишь на протяжении 36 месяцев. Каждый месяц покупая криптовалюту на 50 долларов, биткоин и эфириум и никакого трейдинга. Меня зовут Богатей Шиди. Подписывайся на канал, если ты тут впервые. Ставь лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok